10 тундровых лебедей и 1 лебедь-кликун улетят от нас с кольцами. Ненецкий государственный природный заповедник завершил научно-исследовательскую работу 2015 года по кольцеванию птиц. В руках методиста по экологическому просвещению Юлия Леонова побывало 11 лебедей, 10 тундровых и 1 лебедь-кликун. Со 2 по 10 августа сотрудники заповедника Ненецкий отлавливали птиц. Отлов происходит на металлических лодках большими сачками. Наши инспектора доблестные выезжают в море, находят большую стаю лебедей, которые линяют, и сачками их отлавливают. Привозят к нам на ловецкие. Отловленных лебедей на острове с символичным названием «Ловецкие» заворачивали специальные рубашки для того, чтобы животное не махало крыльями, а затем одевали кольца. Вот эти кольца на малого лебедя. Они ножны, их одевают на лапу, самкам на левую, самцам на правую. И на другую лапу, в зависимости от того, самка или самец, мы одеваем металлические кольца. Это Московского центра кольцевания. Ну, это чтобы было понятно, что они были окольцованы именно в России. Параллельно сотрудники заповедника измеряют длину первичного пера, определяют возраст и пол. Данные об окольцованных птицах будут переданы в трест водно-болотных угодий водоплавающих птиц Слимбриджа в Великобритании. А в конце октября, когда птицы отправятся зимовать, будут ожидать возврата колец. В экспедиции в качестве волонтера из Москвы принять участие приехала Алена Небусова. Я вообще не жалею, потому что это безумно интересно и дикая природа, когда ты этого лебедя держишь в руках, который потом окажется где-то в Европе. Это удивительно просто. Кстати, в этом году в районе Буровых вышек месторождения имени Требса был замечен и черный лебедь. Но, как подчеркнула методист заповедника, эти сведения нуждаются в тщательной проверке. На территории Нинецкого округа обитает три вида лебедей – тундровый или малый лебедь, количество особей которых насчитывается около 12 тысяч, а также лебедь-кликон и лебедь-шипон. В настоящее время в заповеднике Нинецкий зарегистрировано 125 видов птиц. Из них 15 занесены в Красные книги Российской Федерации и Нинецкого автономного округа. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, Телеканал «Север».